Вайпер это сложный слаломный трюк для опытных роллеров. Делается он как чап-чап, только на одной ноге. Естественно, нужно уметь делать чап-чап и ванфут. Для начала нужно попрыгать чап-чап на месте, чтобы мышцы размялись и вы привыкли к балансу. Затем берем один слаломный конус или делаем условную метку на асфальте. Смещаем вес тела на одну ногу, желательно ведущую, и пробуем постоять на ней. Нога должна быть присогнута. Если с балансом проблемы, учите элемент рана. Делайте упор на манфут. Следующим шагом тренируем прыжок. То есть всего лишь две фазы. Свободная нога летит либо вперед, либо назад. Та, на которой прыгаем, идет в противоположную сторону. Итак, второй ногой делаем мах вверх и вперед, сгибая ее в колени. При этом отталкиваемся ногой, на которой стоим, как бы становясь на носочек, а колено выпрямляем. Не забывайте тянуть эту ногу назад. Сделайте несколько прыжков с паузами. Нога должна работать, как пружина, амортизировать при приземлении. Ваша задача приземлиться на то же место рядом с конусом. Теперь делаем то же самое с махом назад. Свободной ногой делаем мах, а другой отталкиваемся и тянем ее вперед. Далее соединяйте два движения и делайте прыжки, пока не начнете смещаться с конуса. В смысле, когда сместились, отдохните и повторите упражнение. Если с этим вы легко справились, то смело можете расставлять дорожку с конусами. Конусы лучше поставить на расстоянии в 50 сантиметров, так будет легче изучить элемент и меньше сил потратите на прыжок. Становитесь к дорожке боком, а ноги поставьте в стойку V. Несколько конусов можно прыгнуть чап-чапом, после чего отрываем ногу, которая едет впереди и импульсно продолжаем отталкиваться на одной ноге. При приземлении стопа каждый раз должна менять угол, как в чап-чап. Не забывайте про спину, она должна быть ровной. Нога, которая в воздухе, должна делать мощные махи, чтобы легче получался отрыв от земли. Немного практики и он у вас точно получится. Не удивляйтесь болем в районе живота, ведь Viper делает хорошую нагрузку на пресс. Кстати, в следующем видео мы расскажем, как накачать пресс на роликах.